Привет, друзья! Сегодня мы расскажем вам о ловле кальмаров в промышленных масштабах. Этот моллюск очень распространен во всем мире, только Япония вылавливает 300 тысяч тонн за год. Однако о том, как его добывают, знают не все. Кальмары – это самые огромные и самые быстрые моллюски. Во всем мире насчитывается более 300 видов этих животных, среди которых можно встретить невероятные формы жизни из фантастических фильмов. Кальмары являются ближайшими родственниками осьминогов и каракатец. Особое место в этой структуре занимает красный кальмар-дьявол, которого еще называют вампиром. Этого кальмара определяют в отдельный подвид и считают чем-то средним между кальмаром и осьминогом. Обитают эти чудо-животные только в соленой воде, от теплых тропиков до арктических областей. В морях и океанах они освоили все ниши. Одни виды проводят всю жизнь в толще воды на глубине 100-500 метров, другие предпочитают держаться у самой поверхности, третьи встречаются исключительно на больших глубинах до полутора тысяч метров и никогда не видят солнца. Кальмаров массово добывают практически во всех рыболовецких районах. Их мясо используется в кухне многих стран, оно питательно и вкусно, быстро варится и легко усваивается. Добычу этих животных необходимо регулировать, чтобы избежать перелова. Ловля кальмара Как же ловят кальмаров? В некоторых странах для этого используют удочки с блеснами или крючками. Ловят их с лодки. Блесну с большим количеством крючков привязывают к прочной и тонкой леске длиной 10-15 метров, прикрепленной к короткому и гибкому удилищу. Но стоит кальмаров выманить из глубины моря, используя для этого подводный и надводный свет, как на глубине одного метра их можно ловить рогаткой. Наиболее удачный лов на закате солнца. Дальше от берега обитают более крупные кальмары, а у побережья более мелкие. В промышленных масштабах для ловли кальмаров используют суда с джиггерами или снасти в виде вертикального пелагического яруса. Также используют донные тралы или кошельковые неводы. К достоинствам лова крючковыми орудиями можно отнести возможность облова разреженных скоплений рыб, невысокую стоимость орудий лова, лов с небольших судов, предрасположенность к комплексной механизации и автоматизации, высокое качество пойманной рыбы и сохранение экологической среды обитания. Известны системы лова кальмаров с помощью современной компьютерной техники, которая управляет одновременно всеми лебедками на судне. Каждая лебедка может работать по индивидуальной программе. Автоматически задается скорость и глубина погружения, а в режиме подъема в зависимости от толщины и натяжения лески во время лова, количество крючков, также выбирается скорость выборки, исключающая обрыв лески. Ярусную снасть спускают, пока верхняя блесна не окажется на 1-2 метра глубже нижней границы скопления кальмаров. В этом случае все блесны выборки пройдут через скопление. Спустив ярус, слегка поддергивают его и приступают к выборке. Кальмары собираются в теневой зоне под корпусом судна. При выборке яруса они принимают блесну за добычу, хватают ее и попадают на крючок. Когда блесна проходит через направляющий ролик, кальмары оцепляются и попадают в лоток. Обработка кальмаров Независимо от того, как кальмары попадают на суда с помощью автоматизированного оборудования или через руки работников, все они сбрасываются туда, где есть место. Первая обработка кальмара осуществляется еще на судне. Мелкие моллюски разделывают и тщательно промывают. Нужно избавиться от слизи, остатков внутренности и песка. Как только вся вода стечет, кальмар замораживают или охлаждают. После этого улов направляется на берег, где загружается в грузовики и следует на завод или фабрику. Там кальмар разделывают на филе и тушку. Этот процесс стоит проделывать очень осторожно, ведь можно зацепить мешочек сепией и тело кальмара станет черного цвета. Несмотря на то, что этот процесс требует определенных умений, чтобы не испортить ценный продукт, на разделку даже у непрофессионалов уходит около 10-15 минут. Способ разделки зависит от дальнейшего использования кальмара. С него могут делать консервы, отправлять охлажденными в рестораны, паковать для продажи в магазинах. Вариантов множество. Субтитры создавал DimaTorzok Самый большой кальмар Сейчас промышленный кальмар имеет средний вес 800 грамм, но встречаются особи покрупнее. С давних времен в народе ходили легенды и мифы о морском огромном монстре, которого именовали кракеном. В целом он имеет много сходств с очень габаритным экземпляром кальмара. Упоминания о подобном водном обитателе можно найти еще в заметках у древнегреческого философа Аристотеля. Однако полностью удостовериться в существовании подобных особей людям удалось только в середине 19-го столетия. Они наконец-то поверили, что это не выдумка моряков. Так самым габаритным кальмаром во всем мире считается тот, который относится к роду Архетеутис. Его обнаружили мертвым в 1861 году французские мореплаватели. Он в несколько раз больше человека. Его длина может составлять 18 метров и больше. С этого момента началось изучение этого вида. Гигантские кальмары быстро растут и достигают внушительной массы. На рыболовецких судах, в тралы которых обычно и попадают головоногие моллюски, всегда есть специальные весы для добычи. Они-то и позволили определить, что самец весит до 150 килограмм, а самка – почти вдвое больше, до 275 килограмм. Полезные свойства кальмара В русскоговорящих странах ценность кальмара недооценивают. Хотя ученые уже давно доказали, что мясо кальмара намного полезнее для человека, чем мясо наземных животных. Все дело в огромном количестве витаминов. Кальмар отличается высоким содержанием белка, витаминов В6, С, жиров, которые играют важную роль в сбалансированном питании человека. Кроме того, эти моллюски богаты микроэлементами фосфора, железа, меди, йода. А благодаря наличию большого количества аргинина и лизина в кальмарах, их можно отнести к необходимым составляющим детской кухни. Мясо не содержит холестерина. Также не случайно мясо кальмаров называют бальзамом для сердца. Дело в том, что в этом морепродукте содержится большое количество калия. Этот микроэлемент необходим для нормальной работы всех мышц тела человека, в том числе сердечной миокарды. Кроме того, калий – антагонист натрия. Он обладает мочегонным свойством, способствует выведению излишков жидкости, предотвращая отеки и повышение артериального давления. В их тканях много экстрактивных веществ, способствующих выделению пищеварительного сока и придающих своеобразный вкус кулинарным изделием. Мясо кальмаров содержит значительное количество таурина, который способствует снижению холестерина в крови человека и оказывает антисклеротическое действие, регулирует кровяное давление и способствует сужению артерий. Надеемся, этот ролик для вас был полезным. До скорой встречи!